друзья всем здравствуйте еще раз рада видеть вас нашим клубе путешественников спорт марафон сегодня у нас состоится лекция про индо китай поговорим про таиланд лаос камбоджу наш спикер является гидом клуба миры это артем киселев давайте поприветствуем добрый вечер друзья я не знаю так ли получилось что сегодня лекция про индо китай поэтому стало тепло или наоборот но факт остается фактом сегодня прекрасное время чтобы поговорить об этом регионе давайте первонаперво я расскажу почему я здесь стою и почему я сегодня вообще вам буду рассказывать про индо китай меня зовут арсен киселев я являюсь участником российского географического общества занимаясь организации авторских путешествий по индо китаю путешествую уже более 10 лет впервые я попала туда в 2009 тогда мне казалось это совершенно какой-то мистической магической неизведанной частью света было безумно интересно там путешествовать знакомиться с новыми культурами ну и все и меня зацепило после этого каждый год и стал возвращаться туда и с определенного момента стал заниматься организацией поездок в этот регион собирать группы собирать команды и большим ну точнее суммарно большим но такими очень небольшими группками путешествовать и рассказывать о том что же я там увидел что я знаю и делиться всем этим с вами собственно поэтому наверное у меня есть немножко информации которые мне сегодня с вами и хочется поделиться в общем и целом как пройдет сегодня наша лекция во первых мне бы хотелось чтобы она прошла формате очень таком интерактивным то есть я конечно же буду говорить сегодня больше чем вы но если у вас будут вопросы в процессе лекции процессе моего рассказа вы мне пожалуйста их задавайте там часть конечно мы оставим временно потом в конце лекции но чтобы их не забыть а это такой процесс я знаю живой и если вы что-то услышали вам хочется уточнить спросить вы сразу там снимайте руку и задавайте мне вопрос с удовольствием отвечу прямо вот в процессе своего рассказа план у нас примерно следующий у нас и сегодня с вами два там два с половиной часа сначала в общем и целом поговорим про индокита и вообще что это за место такое где она на карте находится как его искать небольшие особенности самого региона для того чтобы понять как нам путешествовать как нам путешественникам использовать его что нам нужно знать для того чтобы правильно спланировать свою поездку в эти страны ну и собственно поговорим о трех ключевых странах в индокитае то таиланд лаос камбоджа у нас будет небольшой перерыв ну и в конце расскажу вам о том чем занимаюсь я чем занимается наш клуб и что мы делаем собственно в индокитае для начала принципе все свои лекции все свои рассказы я начинаю с небольшой видеозарисовки потому что одно дело это когда я вам что-то говорю но вы не представляете как это выглядит а другое дело увидеть это сразу своими глазами уже в процессе рассказа ментально представлять что же такое та или иная страна как выглядят те или иные люди и даже вот в этой маленькой видеозарисовочке уже показаны интересные особенности культуры традиций в общем я долго ищу это не мое видео я долго еще такие небольшие ролики чтобы вот в начале лекции как бы зарядить погрузить и уже с таким эмоциональным фоном отправиться в наше небольшое путешествие в формате двух часов если можно чуть-чуть свет погасить чуть-чуть чтобы было не так ярко нельзя даже чуть-чуть ну ладно тогда запускаем все как в азии на самом деле вот там все так работа в этом каждый дом это было нормально типа и и вот и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 квартирах бангкока нету кухонь то есть там люди вообще не готовят еду потому что им гораздо проще выйти и поесть что-то на улице вашей уличной еды в бангкоке огромное количество ну как и везде вообще в принципе в азии и там нету традиции готовить до готовить дома я имею вот так что это такое будет интересное погружение себя в инакость некую сегодня на лекции в начале не сказал мне бы хотелось пройти с вами по основным моментам я ее назвал карты впечатлений то есть вот в процессе своего рассказа я бы хотел познакомить вас с основными моментами которые вот мне удалось вычленить за все время того который я путешествовал по по региону вот в частности по этим трем странам и составить некую такую интерактивную карту чтобы понять вот что самое вкусное можно успеть посмотреть за короткий промежуток времени потому что все мы ограничены зачастую отпуском там две недели плюс минус несколько дней и когда мы отправляемся в путешествие конечно хочется увидеть максимально полную картинку которую возможно вот собственно наверное цель моего сегодняшнего рассказа именно в этом так что же такое индокитай собственно это полуостров его название индокитая произошло двух страны индии китаева очень просто французы когда-то пришли они подумали что жители этого региона обладая чертами схожими как с индийцами так и с китайцами поэтому недолго думая назвали его индокитай значит ограничен он вот я сейчас очерчу примерно вот вот так вот вот это все вот это все у нас индокитай туда включено несколько страны об этом чуть подробнее сейчас расскажу попозднее значит омывается несколькими морями ну вот собственно страны да давайте сразу про страны традиционной географии туда включает шесть стран это вьетнам мьянма камбоджа таиланд лаос малайзия как я на карте показал маленькая часть бангладеша вот этот вот кусочек он тоже относится географически к индокитая поэтому иногда говорят иногда говорят что бангладеш это тоже индокитай но все-таки а и культурно и в большей степени географически эта страна гораздо ближе к индустану поэтому мы с вами не будем говорить о бангладеша как части индокитая да да конечно но все равно она от большая часть ее там на полуострове малако это именно относится к индокитая то же самое как сингапур к индокитаю не относит потому что это островное государство она находится через пролив от малаки собственно вот здесь все страны обозначены единственная страна которая не имеет выхода к морю и это ее особенность ключевая это лаос все остальные страны омывается тем и теми или иными морями значит по географии что здесь нам интересно и вот возможно это где-то стереотипные там видение нарушит во первых интересно то что большая часть индокита это горы то есть мы все думаем вот даже на ролике в ролике мы посмотрели что там рейки жители живут вокруг рек и в принципе это так и есть культура конечно там печная в основном но если посмотреть вот на географическую карту на физическую карту то видно что это город причем расположены они очень интересно они идут спускаются к экватору вниз вдоль меридианов то есть вот вот раз два три 4 5 такие пальцы уходят вниз и между этими пальцами равнины вот в зелененьким они очень хорошо показаны высшая точка индокитая находится в мьянме это гора виктория ее высота чуть больше 3000 метров основная водной артерии страны в регионы это конечно же меконг он проходит практически через все страны индокитая в меконге мы еще поговорим поподробней ключевой водный резервуар это озеро тонлисап она находится в камбодже это отдельная культура сейчас вот несколько фотографий есть он леса по покажу ну и собственно вот это вот как бы одна часть индокитая вторая часть индокитая это полуостров малака и малайзия он разделяется перешейком кра и здесь вот в этой части вот в этой части разные климаты это показывает влияние на все частности на время года когда лучше ехать туда или туда касательно гор этот момент тоже нужно обязательно учитывать потому что гористая местность и высота они набираются постепенно но чем выше мы поднимаемся тем понятно что температура понижается и вот здесь не все знают что в горах зимой даже в индокитае может быть холодно то есть прям холодно холодно да там градусов 8 10 в районе сапы и температура в это во вьетнаме температура вполне себе может опускаться комфортная температура в лаосе в горных районах севера лаоса но ночью тоже там будьте здоровы ночью тоже доходит до 15-17 градусов то есть это не не прям пекло пекло вот конечно же когда спускаемся вниз здесь все по-другому а вот кстати да как раз картинка микс озера тонлисап такая это большое озеро но соединено с меконгом и оказывает влияние на жизнь не только камбоджи собственно где она находится на и всех близлежащих государств потому что из-за подъема и опускание уровня воды меняется русло реки и поэтому она разливается в разные направления соответственно сельское хозяйство развивается тоже по-разному в общем это ключевой момент здесь показана как раз фотография когда уровень воды низкий вот эти сваи высотой ну вот можно представить чего-то средняя высота человека вот такая от земли то есть здесь там 10-15 метров и вот на такой уровень вода поднимается в сезон дождей вот это все как раз фотографии с тонлисапа жители там живут исключительно на воде передвигается только на лодках все дома находятся часть домов точнее стоит на сваях которые находятся у земли а часть домов они плывучи плавучи они на таких на бочках пустых стоят чтобы не тонуть это очень интересное зрелище когда же ехать когда нам стоит ехать в индокитай собственно здесь правило на самом деле очень простое во-первых зимой там зима летом там лето ну это конечно же зима и лето того региона то есть с декабря по апрель средняя температура там в районе побережья будет 28 30 летом она будет за 40 то есть это уже будет другая температура до другое лето но соответственно с мая по октябрь вот такие колебания очень высокие при этом зима это сухой сезон не везде но в большей части региона а лето это сезон мусонов поэтому когда мы едем туда вот нашим летом хорошо путешествовать по северным прям вот по совсем северным регионам вот в район там той же сапы приезжать в апреле это будет здорово это будет тепло там будет свести рис будет хорошо ехать туда в январе на новогодние каникулы наверное не совсем правильное решение потому что во первых все эти красивые рисовые поля будут стоять пустыми ну и во вторых как я говорил там просто холодно а люди там не топят то есть там топит и столько дровами на дровах тепле там хорошо не получится пребывать вот поэтому летом на самом деле это вот такая картинка то есть там безумно жарко и безумно влажно хочется умереть летом вот такая картинка то есть когда приходит мусон все это смывает заливает дожди стоят стеной несколько дней при этом в зимний в зимнее время скажем с октября примерно дожди тоже проходят но проходит очень интересно я когда первый раз приехал я еще так сильно не вникал в эту тему мне было так немножко боязно потому что было написано что вот в октябре еще сезон дождей я думаю что же это такое а примерно происходит следующая картинка 7 утра когда вы просыпаетесь простите до четырех дня очень хорошая погода солнышко голубое небо буквально за 20 минут черное становится все на вас сваливается под пятью атмосферами сверху проливной дождь который стоит стеной часа три до восьми часов вечера такие что потоки воды захлёстывают за подошвы то есть вода поднимается на очень высокий уровень ни один сток не справляется 8 все это вот так вот выключается все дождя нет с 8 до 10 все высыхает моментально вся вода уходит все в 10 опять у вас хорошая погода и так каждый день вот до тех пор пока этот мусон осенний не пройдет если же это в это время года там скажем в декабре такого не наблюдается то вас просто ждет отличная погода и никаких дождей там вообще никогда не будет просто каждый день ясное солнце и голубое небо бывает исключение здесь тоже нету какого-то такого четкого правила года два назад у меня приятель отдыхал на пхукете казалось бы время когда там должно быть хорошо то есть там вот по всем метеорологическим наблюдением в это время это был декабрь никаких дождей быть не должно но их заливала вот две недели без остановки то есть они не купались только в бассейне ходи бассейн ходили поэтому здесь четко точно гарантировать конечно же невозможно но определенные такие правила все-таки для себя выработать можно когда когда и где чего стоит ожидать вот а наши зимой вот наша зима это прекрасное время для всех всех стран и лаос и камбоджа таиланд и море и нижние горы не забираясь куда-то сильно глубоко и далеко и высоко поэтому зимой самое наверное правильное время чтобы ездить и особенно такая как бы если хочется первый раз познакомиться с регионом и нету тяги куда-то вот в какой-то небольшой участок забуриться надолго если такая обзорная обзорное путешествие по странам то да это вот идеальное время это новогодние каникулы и зима вот а здесь это наглядно отображено как бы как как правильно и куда правильно ехать зимой я отправил такую приблизительную линию не знаю какую назвать линия замерзания но нет конечно это я шучу то есть вот вот все что южнее зимой жарко то есть вот это то что вы ждете от индокитая таиланда это когда вот солнце загорать пляжики вот хорошо все что выше просто нужно быть готовым к тому что перепады температур будут довольно таки серьезные то есть например в чангмае на новый год средь там температура днем достигает по 25 27 в среднем но ночью она опускается до 17 то есть 10 там 8 10 градусов перепада то же самое в лаосе то есть днем все равно все хорошо но ближе к вечеру уже начинает холодать это но обязывает просто собой не только плавки и шлепанцы врать вот а соответственно все что ниже этой линии там вообще хорошо в камбодже так особенно вот вот в этой части она очень засушливая и здесь летом и зимой соответственно там периодически нужно даже в дневную температуру пережидать потому что по анкурвату сутки ходить в январе очень тяжело там температура поднимается до 34 35 а так как очень высокая сухость воздуха ты просто ну как испаряешься в курагу превращаешься на ходу вот а что касается пляжей и вот того что если там интересно поотдыхать зимой хорошо ехать вот если говорить о таиланде то с на восточном побережье саму и панган кутао это там где хорошо вот здесь там кумук кучанг это где гарантированно хорошая будет погода стоять зимой вот здесь как я говорил с западного бережья на андаманском море там будут вопрос то есть может повезти может не повезти дожди могут происходить проходить вот уже в малахском на малахском полуострове малайзии ровно наоборот картина меняется то есть на восточное побережье там где прекрасные перхентианы вы просто не попадете там закрывает паромное сообщение там мусоны там шторма с островов все уезжают там ничего не ост никого не остается все закрыто то есть туда в принципе до марта вообще попасть невозможно но зато на западном побережье прекрасно пенанг панкора лангкави это острова куда можно и нужно ехать зимой там будет гарантированно хорошо визы стран много везде визовые истории разные давайте разберемся как правильно подготовиться к тому чтобы успеть посмотреть максимальное количество стран при этом сделать это с минимальными потерями и времени и денег значит три страны я говорю только сейчас для граждан россии таиланд лаос и малайзия виза не нужна на границе просто вам ставит штамп срок пребывания по этим штампом до 30 дней вот буквально вчера прочитал интересную новость что с апреля этого года таиланд официально как бы отменил виза ран то как раньше путешествовали и люди которые не оформляли заранее визу но практика была очень проста и вы прилетали в таиланд там зимовчики особенно 30 дней проводили одним днем выезжали в соседнюю страну этим же днем возвращались вам снова ставили штамп 30 дней вы опять можете быть в таиланде вот пока что я еще с момента того как это правило ввели я там не был не могу сказать но вот прочитал что его отменили то есть сейчас нужно выезжать либо на более длительный период не на один день куда-то либо заранее получать в консульстве визу на длинное уже промежуток времени когда вы ходите на сколько вы хотите ну лаос-малайзия в принципе эти виза рановские правила работают но вряд ли кто-то в лаосе захочет там 60 дней побыть страна больше конечно интересно для такого непродолжительного путешествия особенно если первый раз то есть здесь просто загран паспорт свободное место для штампа он может быть полностью весь заклеен главное чтобы было куда им поставить штамп и все и вперед вам ставят штампы и вы спокойно там находитесь чуть более сложная ситуация с другими странами мьянма ну с мьянмы есть два варианта получения визы во первых она визовая и за него нужно платить деньги можно получить электронную визу это чуть дороже но зато избавляет вас от необходимости идти в консульство подаете просто документы онлайн делается она три рабочих дня вам присылает в ответ по почте бланк с подтверждением о том что виза одобрена этот бланк предъявляете на при посадке на рейс этот бланк вы предъявляете на границе и все спокойно въезжайте в малайзию по электронной визе вам также ставить штамп просто в паспорте по электронной визе есть определенное ограничение не во все не по всем не через все кпп можно въехать в страну вы заранее заполняете через какой кпп вы въезжаете в принципе это проверяется соу-соу то есть не всегда обязательно въезжать именно через этот кпп но всего четыре есть пункта въезда для электронной визы то есть если вы захотите там проехать какими-нибудь окольными путями по электронной визе вас туда не пустят то есть это нужно иметь ввиду в консульстве можно пойти в москве подать ну или в москве или в банкоке в принципе везде есть к предельно государство консульство мьянмы стоит виза 40 долларов делают ее примерно неделю просто наклеечек вам вклеивает в паспорт и по этой уже визе вы можете путешествовать без каких-либо ограничений то есть въезжать в любой пункт въезда и выезжать абсолютно так же виза действует 90 дней с момента выдачи и дает право пребывать мьянами до 28 дней принципе тоже вполне достаточно для первого ознакомления со страной а с вьетнамом все вообще очень запутанно потому что если вы едете на 15 дней и не планируете выезжать из вьетнама то есть условно говоря вы по путевке купились и билет и хотите там где-нибудь в муэне или ничанге отдохнуть то виза вам не нужно вам нужны обратные билеты у вас их проверят на границе и все если вы планируете выезжать из вьетнама то есть вы в течение 15 дней приехали хотите съездить в соседнюю там камбоджу и вернуться обратно во вьетнам виза нужно оформлять нужно оформлять визу либо онлайн либо в консульстве в принципе дальше система такая же как и в мьянами вы спокойно подаете документы вам присылает опробовал письмо по этому письму вы пересекаете границу уже только в том пункте который указали указали в анкете и соответственно в этом на этом кпп вам вклеивать визу и все хорошо ну либо за по заранее получить в консульстве вот сейчас цены на визу вот такие срок действия вот такой онлайн сделать дешевле чем в консульстве вот по вьетнаму картинка такая но здесь вот до еще момент что если вы планируете въехать повторно во вьетнам в течение 30 дней после того как покинули страну вам все равно нужно будет делать визу то есть два раза в течение месяца во вьетнам без визы ехать нельзя по практике могу сказать что проверяют достаточно жестко то есть если вы прилетаете там из банкока летите куда-нибудь в хану или в сайгон то без обратных билет вас даже не посадят на рейс то есть все равно нужно при себе иметь подтверждение того что вы из вьетнама собираетесь улететь там в основном всякие рейш там летают вот они просто вас на рейс не посадят потому что и в противном случае если вы прилетите а вас не пустят местные пограничники то им придется за свой счет вас ввести обратно в банкок там все жадные не хотят его делать так камбоджа с камбоджи в принципе все довольно просто виза камбоджи ставится по прибытию даже на кпп с лаосом как и специально отметил потому что в интернете очень много информации что если вы пересекаете по земле границу с камбоджи и например там с юга лаоса вы хотите попасть в анкор ват и воспользовались автобусом то визу вам не поставят и нужно получать заранее это неправда визу вам поставят то есть заранее в принципе можно ничего не делать но нюансы есть сейчас о них расскажу если хотите вообще не иметь никаких проблем и просто получить визу и не думать о всяких поборах на границах безумных то просто придите в москве в консульство на красна на этой самой на кропоткинской подаете документы через четыре дня по моему вам возвращают паспорт с вклеенной визой 30 долларов это стоит дают только однократные визы многократные визы в камбодже получить практически невозможно это стоит безумных совершенно денег она того просто не стоит но это не оправданно хотя когда я получал визу в в янтияне столице лаоса там была возможность получить многократную стоила она всего на 40 до на 10 долларов дороже то есть не 30 а 40 но я почему-то тогда не стал воспользоваться не воспользовался этой прекрасной услугой и получил однократную вот просто вместо в паспорте не на все хватает почему я написал игнорировать сбор за лечение и дырр просто потому что когда вы пересекаете границу особенно не центральные то есть вы не прилетели там скажем в семь рип где в принципе все цивилизовано то границы вот с тем же лаосом это представляется вот такие ну небольшие будки где сидят дядьки которые вас не пустят если вы им доллар не дадите или два доллара аргументирует это тем что это сбор экологический это сбор на лекарства это сбор на то что у него и 8 детей без денег и еды сидят дома то есть вас будут просто банальным образом вымогать какие-то там 352 доллара и это все очень такая процедура с одной стороны интересно если вы никогда взятки не давали можно попробовать себя в этом деле но с другой стороны можно этого и избежать просто заранее получи визу хотя все равно даже с визы они будут настойчиво требовать с вас какие-нибудь там два доллара ну можно смело их далеко и надолго вот это все абсолютно незаконно ничего воплотить кроме визы не должно никаких сборов там других нет вот этот момент последний вопрос при перелете в камбоджу значит столкнулись тоже один раз ситуации когда мы летели из бангкока в 7 рип и должны были 7 рип и возвращаться в бангкок на автобусе то есть у нас не было обратного авиабилета и у нас не было комоджийский визы вот тайцы нас не хотели очень долго сажать на самолет аргументируя это тем что визы нет как бы и я не знаю что как вас там пропустит или не пропустит ну в итоге мы договорились потому что оказалось что им достаточно было наших обратных билетов из таиланда то есть как бы это подтверждает что из камбоджи мы таки вернемся в таиланд поэтому если вот планируете разные перемещение по регионам мой совет все-таки озаботиться визами всеми заранее и не надеет ну то есть можно на это конечно надеяться но это лишний геморрой и такое напряжение там нужно отдыхать а не напрягаться поэтому просто придите на кропоткинскую получите эту визу и со спокойной душой и уже визы в паспорте можно отправляться в путешествие отправляться в путешествие туда можно через несколько городов таких крупных авиахабов на самом деле очень много но с москвой связано несколько куда вот как можно очень за недорого попасть в индокитай конечно же в первую очередь вот фотографии да это банкок банкок это центральный авиахаб вообще всего региона это огромнейший аэропорт со всего света туда летают самолеты прямой рейс есть из москвы есть рейсы с пересадками огромное количество в основном это арабские перевозчики типа этих адов эмиратов а манэйр гольф-эйр там шри-ланка и ир ну то есть очень-очень много вариантов здесь просто нужно мониторить цены у кого какие предложения более привлекательные как по количеству пересадок по времени пересадок вот в среднем я вот привел цену на прямой авиабилет туда-обратно если брать заранее даже на горячие даты вот у меня сейчас путешествие которое будет в новый год сейчас вот участники которые уже с нами едут они купили билеты и они стоили 40 тысяч то есть на новый год в банкок туда-обратно прямым перелетом аэрофлот 40 тысяч это очень дешево в среднем эта цена за пересадочный рейс где-то вдохе там но на 35 часов нужно ждать своего дальнейшего рейса уже в банкок вот соответственно также можно попасть в индокитай через сайгон или ханой это тоже хорошие хабы тоже нужно их мониторить вьетнамской авиалинии довольно часто делают хорошие распродажи но все равно это зачастую будет немножко дороже еще ключевым хабом в регионе является куалу лумпур куалу лумпур это базовый город для авиаперевозчика air asia air asia это low-cost азиатский который связывает вот все что можно в азии связать он связывает то есть из какой-нибудь деревни в таиланде в другую деревню в таиланде можно прилететь на air asia которая летает туда там за 25 долларов и полстраны пролетает то есть это очень хороший и правильный способ путешествия по региону единственное что если вы летите между странами зачастую коннектинг будет тоже в куалу лумпур то есть вы из банкока летите там в коломбо куда-нибудь долетаете до куалы в куале делаете пересадку и летите дальше в коломбо не всегда но частенько так вплоть до глупости то есть например там из банкока в пнампень ты летишь вот так до куалы из куалы в пнампень ну в общем и целом это такой хаб если даже нет желания туда попасть вы все равно туда попадете во время путешествий по региону авиасообщение очень плохо развито в лаосе вот здесь это тоже нужно себя отметить и в мьянме в принципе то есть в мьянме есть локальные авиаперевозчики они очень дорогие но зачастую они безальтернативные то есть там по 10 часов на автобусе или полтора часа на самолете или час на самолете делаешь выбор в пользу самолета хотя цена там отличается в десятки раз вот в лаосе тоже есть и лао air они соединяют местные города в основном крупные только это в янтиян и луанг-пробанк но можно улететь и в вьетнам в принципе в таиланд но тоже дорого то есть для того чтобы скажем путешествовать вот между вот этими там странами особенно вот таиланд лаос камбоджа где там просто нужно мониторить где-то можно воспользоваться авиабилетами но азия это прекрасный регион где вот ты даже ничего не знаешь вообще ничего не знаешь об этой стране об этих странах как связано где это в географии от войка выложили на это прогуливал всегда уроки в школе но все равно в любом турагентстве вам составит маршрут таким образом что ты просто гришь там хочу из банкока добраться на колипы все деньги плати тебя отвезут поэтому здесь конечно не вы не в одной вообще больше регионе мира и такого не с таким не сталкивался все города связаны со всеми городами и со всеми странами то есть вообще можно ни о чем не думать просто деньги платить не 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 это куала-лумпур это просто хаб для и рейш то есть там из банкока в луанг-пробанк ну просто будет там прямой автобус то есть они они всегда будут связаны вот особенно если вы в банкоке из банкок и вообще куда угодно можно уехать не складывается впечатление что это как будто республики одной страны я расскажу сейчас об этом еще да пока у нас такая вводная часть для путешественнического понимания вот собственно как раз сейчас переходим вот с такого общего организационного вводного экскурса в эндокитае кто и самой карте впечатлений где вот мне хочется рассказать о том что же можно включить свой маршрут и самое такое сочное вкусное увидеть за ограниченное количество времени пока вы там находитесь начнем с таиланда все-таки это как бы и зачастую это 99 и 9 что в эндокитае вы попадете именно через таиланд в общем таиланд очень коротко про саму страну делится она на пять провинций они абсолютно разные по своему значению по своей как бы сути для страны и для путешественников в двух словах центральный регион да это там где находится столица то есть регион который больше всего содержит исторических памятников здесь и сам банкок и древняя столица аютая и суккатай то есть это все что интересно посмотреть вот если хочется познакомиться с традициями и культурой страны продвигаясь выше северной провинции это природа ченгмай это столица северная столица таиланда это помимо того что конечно же это город храмов и самые интересные самые красивые храмы таиланда нужно смотреть именно ченгмай их там очень много они очень разные мы об этом тоже еще поговорим также ченгмай это очень красивая природа это горные районы это самая высокая точка таиланда это леса в отличие от других провинций сильно отличающийся климат сильно отличающаяся еда то есть по факту банкок и ченгмай они как бы в одной стране но кардинально разные друг другом и если интересно познакомиться поближе с таиландом нужно ехать обязательно и туда и туда северо-восточные провинции это самые бедные провинции они вот где-то наполовину заселены лао поэтому они там и говорят на лаоском языке а он сильно отличается от тайского туда очень мало путешествует потому что ну по факту смотреть там особо не на что как бы не совсем так не то что не на что раз когда время у вас ограничено то лучше выбрать более интересные места восточные провинции здесь сосредоточены наиболее крупные экономические предприятия и конечно же курорты вот начало как бы ближайшие курорты к банкоку это вот здесь ну всем известная паттайя и уже дальше острова уже ближе к границе с камбоджей ну и конечно южные провинции в основном сюда нужно ехать для того чтобы отдыхать на море здесь огромное количество курортов как на материковой части так и на островной много я про самые такие известны даже неизвестный наверно оборот как раз про самые такие интересные я подробнее еще расскажу ключевой особенностью таиланда вообще чтобы понять эту страну нужно вот этот момент очень себе хорошо уяснить таиланд в отличие от всех других стран индокитая никогда не был ничьей колонии вот это сказывается на всем то есть безусловно очень сильное влияние европейских стран он пережил он отдал огромные территории и бирмии в свое время взял у лаоса потом отдал им потому что это был французский протекторат но юридически там не было колониальной власти поэтому эта страна где очень хорошо видно традиционные вот культурные особенности этого региона в лаосе например самый распространенный завтрак для путешественника это круассан капучино понятно да почему вот а пересекаете границу вот здесь на севере таиланда между чингмаем и хуасаем там ехать три часа и все там на завтрак уже супец значит чили все как надо вот с перцем конечно обязательно вот так что вот этот момент он очень важен для понимания того где вы оказались он никогда не был ничьей колонии сегодня таиланд это королевство вот эти два человека эти два портрета будут встречаться вам наиболее часто это конечно же короли таиланда рама девятый который скончался и рама десятый текущий король таиланда много интересного связано с то есть другой личностью рама девятого просто боготворили таец они его очень любили он был очень достойным человеком интеллигентным увлекался фотографии вел себя очень достойно в отличие от своего сына рамы десятого который первое значит у меня к сожалению кстати не принадлежит в следующий раз будет фотографии сделать значит первое чем он прославился это когда он прилетел в Мюнхен на какой-то официальный прием он значит вышел абсолютно пьяный из самолета вот в такой майке алкоголички и в шортах из женщины да из женщины это у него особенная история была он разведен дважды это вообще немыслимо для голубых кровей и когда он разводился со своей первой женой видимо он был так сильно на нее зол что он выложил в интернет фотографии как они значит дома развлекались и она вместе с его собакой ела из миски еду собачью ну то есть такая личность как бы очень неоднозначная для очень консервативного тайского общества поэтому когда ты спрашиваешь как вы относитесь к вашему текущему королю ну люди так сказать короля вроде как не надо ругать все равно мало ли там тебя покарает но говорят что лучше давайте о чем-то о погоде поговорим а да-да-да-да-да-да вот то есть говорю личность очень неоднозначная так вот что же в Таиланде первое с чем интересно познакомиться и в принципе вот такое первое впечатление которое вы в любом случае испытаете почувствуете это увидеть настоящий город контрастов вот говорят что Стамбул это город контрастов кто был в Стамбуле ну наверное так и думает вот я тоже до того как приехать в Бангкок думал что контрастнее города чем Стамбул наверное сложно найти потому что действительно это и там азиатская культура и мусульманский восток и Европа с одной стороны то есть очень-очень все по-разному но Бангкок абсолютно переплевывает все потому что это город в котором живет одновременно разные города вот абсолютно вот за день там проехав несколько станций на метро или даже еще лучше пройдя пешком потому что центр Бангкока в принципе очень ходибельный там не нужно пользоваться общественным транспортом особенно если любите погулять все это можно легко пройти пешком и за один день побывать в абсолютно разных городах парадный Бангкок классический Бангкок да это город столица это королевский дворец это все очень аккуратное подстриженное городская гвардия вот если кстати зрительно сюда вот добавить передним планом миллиард китайских туристов то это вот то как на самом деле это выглядит вот то есть это такая сильно фотошопленная картинка вот но все равно это это очень все красиво нарядно в золоте в стекляшках блестит это многочисленные центральные храмы города храм лежачего Будды храм утренней зари на который безумно красиво наблюдать с противоположной реки Чао-Праего на закате вот как его подсвечивают то есть это такой город как говорят про Питер есть город дворцов и Петербург Достоевского вот здесь то же самое есть парадный Бангкок храм золотого Будды вот кстати с этой статой интересная очень история связана это самая крупная статуя она отлита из чистого золота то есть она не полая она весит порядка трех тонн три тонны золота стоят в центре Бангкока можете себе представить связана история с ней следующая она породила в 70-х годах настоящую золотую лекарадку в Бангкоке и вообще в Таиланде в целом потому что исторически Таиланд всегда воевал с Бирмой там в 16-х веках там постоянные были войны бирманцы захватывали столицу Аютайя из-за этого в свое время она была перенесена в Бангкок потому что она просто была полностью разрушена соответственно когда они все это захватывали они пограбить очень сильно любили ну как и нормальные люди которые что-то берут не свое золотых статуй в Таиланде было очень много золотых статуй Буд поэтому тайцы подумали что ну не быть мы дураками давай мы все эти статуи облеплять гипсом и поэтому в какой-то момент в Таиланде появилось огромное количество гипсовых Буд и вот когда-то в 70-е годы когда строили этот храм туда решили поставить огромную гипсовую статую Будды его подняли на подъемном кране кран не выдержал статуя упала и от колена откололся кусок гипса и показалось что коленочка это золотая разбили полностью гипс оказалось что самая большая золотая статуя Будды скрывалась вот несколько сот лет под гипсовой оболочкой и вы можете представить что произошло в этот момент в стране сколько статуй Будды пошло под снос потому что все вдруг решили что именно в его храме в его деревне был спрятан тот самый маленький золотой Будда пойду-ка я проверю так что керамистами тайцы все стали быстро очень хорошими вот но сейчас эту статую можно посмотреть тоже в центре Бангкоке храм золотого Будды она стоит и радует всех путешественников и приезжих в Бангкок вот ну это еще просто фотографии вот можно представить что вот каждого из них можно поискать второй Бангкок второй Бангкок это даунтаун это город небоскребов это город торговых центров это сумасшедшая энергетика вот если можете представить какой-нибудь фильм про Азию когда вот показывают огромное-огромное-огромное количество небоскребов все куда-то спешат куда-то едут там люди в каких-то костюмах решают какие-то дела говорят по телефону вот это все даунтаун Бангкока самый крупный небоскреб Таиланда 341 метр там же рядом Байок Скай второй очень красивые там смотровые площадки на новый город и при этом где-то внизу копошится жизнь и ты вот идешь вот только вверх смотришь потому что ну это город очень таких ну это деловой деловой высокий город он другой он находится совсем опять же в пешей доступности от вот исторического центра который я только что вам показал вот сверху примерно так это выглядит здесь проходит ветка верхнего метро неподземного и вот тоже очень интересно прокатиться и просто вот среди этажей посмотреть на на Бангкок вот такой высокий Бангкок Бангкок это огромное количество этнических кварталов самый крупный чайна-таун в мире и самый аутентичный чайна-таун в мире находится именно в Бангкоке дело в том что когда столицу перенесли из-за Ютая рама первой перенес ее в Бангкок ему естественно нужны были деньги чтобы отстраивать ее чтобы строить новое государство у кого есть деньги у торговцев кто главный торговцы китайцы поэтому он позвал китайцев и сказал живите размножайтесь торгуете в общем давайте радоваться друг другу и огромное количество китайцев переселилось в центр Бангкока ну тогда это была окраина естественно это как раз сразу за пределами старого города он выделил определенную территорию очень четко ограниченную и туда приехали китайцы и вот с той поры китайцы там живут то есть можете представить что там 1735 год 800-900 ну почти 300 лет как вот этот квартал существует и здесь самая дорогая недвижимость в Бангкоке вот какая-нибудь халупа 2 на 2 метра она будет стоить дороже чем хорошая квартира в фешенебельном доме из нового Бангкока просто потому что китайцы очень консервативно очень традиционно они очень сильно держатся за свои корни и никогда не пустят к себе чужака это в принципе самая наверное закрытая часть города то есть вы совершенно спокойно можете сюда прийти познакомиться и посмотреть но для того чтобы попасть в какие-то интересные необычные места это просто невозможно то есть мы когда от своего времени ходили по Чайна Тауну с местными ребятами и они вот нам все это показывали что мы там только не видели вот это опять же как в фильмах каких-то про такую черную дарк Азия когда вот сидят эти китайцы и шьют там что-то и так миллион их там вот они сидят делают часы и они все в этих часах в роликсах они завалены вот и все это вот здесь происходит здесь самые дорогие рестораны Бангкока то есть там суп из ласточкиных гнезд акульи плавники это все можно тоже здесь попробовать и вообще это вот такой у меня много друзей которые были одновременно как бы и в Китае и в Бангкоке какое-то время жили вот они говорят что Чайна Таун в Бангкоке это лучшая возможность познакомиться с настоящим Китаем чем в Китае то есть там действительно сохранился вот этот Китай нет по площади на самом деле он довольно-таки небольшой вот эта центральная улица я-то сейчас так даже не знаю ну за несколько чтобы пройти насквозь 20 минут хватит что вот так что вот так просто дальше там нету такой четкой планировки как в наших городах он весь вот такой то есть вот ты даже не знаешь где ты выйдешь если ты свернешь и выйдешь ли вообще оттуда если свернешь в подворотню там карманников много там много там конечно и карманников и ну как и в любом крупном городе здесь хватает своего жулья безусловно вот а по соседству с китайским кварталом есть индийский квартал это вот маленькая Индия они ее так и называют потому что по факту вы действительно попадаете на какой-нибудь рынок Кашмира где очень много специи тканей индусов вот и они тоже очень закрытая каста они тоже к себе никого не пускают и вообще тайцы с индусами находятся в таких ну довольно-таки конфронтациях сильных есть даже поговорка у тайцев что если ты увидел ядовитую змею и индусу убей индуса вот то есть они считают их ворами обманщиками хитрыми но все потому что просто индусы а там в основном живут сикхи то есть это из Амрицара с севера Индии они очень хорошие торговцы и воины вот и самые богатые люди Индии это именно сикхи и вот там тоже живут очень богатые люди а тайцы так хорошо не умеют торговать как они может они им завидуют таким образом вот так что китайский квартал индийский квартал огромное количество рынков Бангкок это вообще в принципе город-рынок есть специализированные рынки есть какие-то кварталы отдельные очень много интересных фруктовые рынки цветочные даже если вы цветы никогда не любили и не хотите их покупать обязательно нужно сходить на цветочный рынок Бангкока чтобы просто посмотреть какие вообще бывают цветы то есть ну такого разнообразия нигде больше невозможно увидеть наверное в мире вот очень-очень-очень много это просто вот интересно походить посмотреть пофотографировать плавучие рынки конечно же Бангкок это вообще город который стоит это как ее называют азиатская Венеция огромное количество каналов рек речушек который связывает транспорт лодочки и вот в некоторых местах в городе есть рынки которые торгуют с воды то есть прям вот сейчас конечно же это в основном такая туристическая аттракция то есть для того чтобы увидеть такой аутентичный плавучий рынок нужно выезжать далеко за пределы Бангкока они и есть они сохранились но это время соответственно не всегда его хватает но для того чтобы просто познакомиться с таким видом как плавучие рынки в принципе недалеко от центра Бангкока скажем так такие вещи есть очень интересные ну да как бы вот я говорил про уличную еду в принципе к теме еды чуть-чуть мы ее еще коснемся трущобы огромное количество вот именно такого совсем уж маргинального Бангкока это трущобные города трущобные районы причем они вот могут совершенно спокойно соседствовать с каким-нибудь очень дорогим и лакшери там апартаментами про рынки интересно вот еще в Бангкоке очень много ночных рынков вообще в принципе в Таиланде торговля начинается такая активная торговля начинается вечером ночной рынок это не значит что он работает ночью это просто скажем там за два часа до заката он открывается то есть там с пяти и до десяти одиннадцати вечера когда жара спадает им спокойно уже стоять и торговать они открываются и рынки опять же ночные рынки они абсолютно разные есть какие-то специфические есть где торгуют всем и все но чем дальше отъезжаете от центра города тем они интереснее и аутентичнее мы в прошлый раз вот совсем далеко уехали и попали ну прям вот на совсем такой интересный очень рынок как минимум самая хорошая возможность познакомиться с уличной едой азиатской это именно ночные рынки то есть там торговали всем я вот перевел фотографию помню очень хорошо такую картинку когда значит бедного гену он крокодила прям нацепил на шампур такой большой значит и проворачивал его по кусочкам отрезал всем давал попробовать так что да это большая возможность познакомиться вот и с такой частью культуры и традиций а все-таки насекомых они едят или это туристы едят конечно да еди и насекомых едят в лаосе крыс едят как бы это совершенно нормально то есть принести идти в дом невесты и принести там несколько белок или несколько водных крыс это классно ты богатый жених вот да есть такие как бы маргинальные личности и это тоже вообще как бы как я говорю Бангкок он очень разный вот каналы у них конечно же специфический запах да это не всегда можно легко и просто пройти и там не-не это напиток это напиток там они продают вообще в не в стаканчиках они продают все всякие соки воды в пакетах то есть они они переливают пакет из бутылки пакет завязывают протыкают трубочкой и из пакета пьют так ну с Бангкоком в общем и целом как бы поговорили давайте немножко поднимемся на север в Чангмай и посмотрим как раз таки на буддизм на природу на то что предлагает нам Таиланд с другой стороны вот это конечно же да это Чангмай Чангмай это но это безумно красиво это вот это не джунгли вот с которыми можно там в Камбодже да познакомиться во Вьетнаме погулять по джунглям это леса это леса это рисовые поля это буйство такой зелени сочной очень насыщенной вот это все фотографии недалеко от Чангмая там не нужно уезжать куда-то за 3-9 земель чтобы увидеть всю эту прелесть вот да гора вершина горы до Интонон 2-565 самая высокая точка Таиланда в принципе тоже вполне достижима из Чангмая за один день можно доехать туда обратно даже на мопеде там это 100 с лишним километров то есть конечно нужно иметь выносливость такую приличную но то что сделать вполне возможно вот места и виды при хорошей погоде открываются просто изумительные очень много водопадов различных тоже в Чангмай и опять же все все недалеко все очень достижимо от центра города и не обязательно даже брать там такси Сонгтео можно просто взять если вы водите мотоцикл то просто на байке все это объездить самостоятельно Таиланд Север Таиланда конечно это слоны со слонами там можно познакомиться покупаться все что хочешь с ними там можно поделать такая ну все это конечно то есть вообще слоновья тема в Азии она такая двоякая немножко с одной стороны есть огромное количество фирм которых эти слонов бедных прямо эксплуатируют до безумия ну это вот они там и закованы в цепи и палками с крюками они их погоняют то есть на это смотреть конечно не очень приятно а уж тем более пользоваться такими услугами вот но есть такие их очень мало ну назовем это заповедниками наверное да sanctuary когда они выхаживают этих зверей то есть действительно там слонята маленькие там они там у него какая-то рана произошла да там какие-то из какой-то вот такой конторы они его забрали уже покалеченного и начинают вот им заниматься и там взрослыми слонами то есть вот вот со всем этим вот на это посмотреть интересно вот с этим познакомиться поближе можно и нужно вот а конечно мучить бедные животные не стоит Чингмай это единственное место в мире где есть панда помимо Китая вот они они очень этим гордятся в Чингмайском зоопарке живет панда они вот несколько лет назад дала потомство и там теперь есть панд панда и панденок вот так что это все очень мило если опять же ну это конечно такие увыльни что попасть на время когда панда решила походить и вам себя продемонстрировать довольно редко это это счастье и удача если повезет потому что в основном она спит вот но если она все-таки не спит это очень умилительное зрелище и только ради этого они даже специально билет отдельный продают то есть вы покупаете билет в зоопарк а на панду нужно отдельный билет купить вот ну потому что действительно вот то что стоит посмотреть это это интересно мне вот очень нравится каждый раз в Чингмай хожу и наблюдаю вот ну и конечно же если говорить про культуру традиции то Чингмай это город храмов огромное количество храмов совершенно разнообразных самых древних в Таиланде оно средоточено именно в Чингмай самая большая чеди разрушенная я не буду рассказывать про историю этих храмов у нас просто времени тогда не хватит ни на что вот Чеди Луанг очень красивая в центре города стоит вообще Чингмай он такой у него очень интересная планировка вот он как раз он был перепланирован французами в свое время поэтому он очень геометрический то есть там очень прям ровный квадрат это старый город он очерчен рвом и внутри все улицы они как под линейкой прочерчены там невозможно потеряться очень все вот так вот геометрично вот поэтому в самом центре как раз находится этот Чеди Луанг вот про Синг очень много деревянных храмов что тоже исключительно типично для Ланы вообще Лана Чингмай это в свое время был центром независимого королевства Лана вплоть до 70-х годов пока туда ЖД ветку не протянули они сохраняли определенные зачатки остатки независимости своей именно как внутри Таиланда но со временем конечно же это стало уже полностью экономически тайцы их подчинили хотя там этнически тоже живут тайцы вот и деревянные храмы можно увидеть в основном только там потому что тиковое дерево в огромных количествах растет именно на севере страны это все очень красиво ночью все это подсвечивается вот как раз небольшой такой тиковый храм это вот все сделано из тикового дерева вот этот храм очень интересный как вы думаете ну хотя бы примерно когда он был построен в 3763 так вы знали нет шучу еще какие версии ну вот согласитесь он производит впечатление такого чего-то очень древнего старого необычного очень близко очень близко на самом деле это самый-самый конец 20 века то есть это совершенно новый храм его построил он находится между Чангмаем и Чанграем на севере White Temple он так и называется его построил современный его построил современный художник такой немножко с отклонениями какими-то товарищ он продавал он рисовал картины на этом очень много денег заработал и решил создать разрекламировать как бы свою собственную деревню откуда он родом и построил этот храм он на самом деле до сих пор еще строится к сожалению вот несколько лет назад там произошло землетрясение часть обрушилась но ее уже быстро все восстановили то есть сейчас он опять в первозданном виде он весь выложен маленький битый такой плиткой из стекла то есть он сияет на солнце ослепнуть можно нужно обязательно очки надевать и он конечно же то есть он выразил свою собственную философию вот в этом храме оно по себе сам по себе очень интересно то есть в двух словах вы проходите как бы через грешников муки которые к вам тянут свои там руки в которых деньги проходя через мост вы как бы очищаетесь и попадаете внутрь храма в котором фотографировать нельзя конечно все фотографируют вот так потому что есть что фоткать вы можете себе представить что центральными персонажами росписи храма являются все с левой стороны положительные а с правой стороны отрицательные герои современных фильмов и вообще современной культуры то есть там Нео из Матрицы Конг-фу Панда Человек-паук кто там еще то есть короче говоря вот все кого мы видим в кино из Марвела там очень много каких-то героев Бэтмен обязательно есть то есть и ты заходишь и вообще не понимаешь куда ты попал и Будус сидит на все это смотрит то есть там интересно очень походить посмотреть и там статуя огромная статуя Чужого с хищником стоит например на территории храма какие-то отрубленные головы висят по всему храму всему это есть свое объяснение вот мы когда туда приезжаем конечно же можно так более детально со всем этим познакомиться и вот это очень интересный тоже храм на севере Таиланда в Чингмай это серебряный храм он тоже новый исторически он был построен очень давно здесь была колония ремесленников которые делали обрабатывали серебро но как вы понимаете храм из серебра долго простоять не может поэтому его постоянно грабили 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 и до сих пор его постоянно грабят и все вот эти серебряные пластины вот такой тонкой очень работы их постоянно снимает с этого храма и люди которые живут вокруг они до сих пор обрабатывают серебро и они до сих пор делают новый и каждый раз их обновляют поэтому тоже сам по себе храм очень интересный надо гипсом залепить да как с Будой точно вот ну и в двух словах буквально север Таиланда он граничит с Мьянмой Мьянма как известно это место где огромное количество различных этнических племен проживает и во времена хунты оттуда они убежали убежали на север Таиланда поэтому сейчас не нужно в дикие джунгли Мьянмы попадать чтобы познакомиться с культурами длинношеи их коренов других племен единственное конечно тоже заранее нужно понимать что особенно там длинношеям у них ну это тоже туристический аттракцион то есть они просто за счет этого живут там входной билет ты платишь чтобы посмотреть на эту деревню они сидят там что-то делают продают тебе там платки ковры что-нибудь еще все в этих шейных обручах действительно ходят живут но немножко напоминает такую потемкинскую деревню то есть все это очень не по-настоящему для того чтобы уехать и увидеть вот настоящие такие племена это тоже можно но это конечно же уже совершенно другое время совершенно другие деньги то есть нужно уезжать действительно вглубь страны там совсем на границе там уже брать проводника чтобы он все это вам показывал вот так и давайте еще чтобы перед перерывом закончить тему Таиланда немножко про пляжи ну прям вот быстренько я вот выбрал здесь три таких разных совершенно места где на мой взгляд интереснее всего проводить время на пляжах которые мне например понравились больше всего первое это краби краби находится вот эта материковая часть она находится вот здесь почему краби туда очень просто попасть туда летают прямые самолеты из банкока туда ездят поезда из банкока там очень красивая природа потому что вот эти вот известняковые карстовые породы они очень их можно пальцем ковырять они очень плотность очень маленькая поэтому ветра различные сформировали такие очень интересные образования вот это очень красиво выглядит очень фотогенично и в принципе вот такой Таиланд который мы знаем с вами по фильмам там пляж вот это все там как раз было вот то есть вот это все окрестности краби острова краби пхи 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 вот это все здесь на пару дней приехать пофоткать посмотреть очень-очень красиво белый пляж и все кажется такой вот прям идиллия ты как будто на райский остров попал вот эти длинноносые лодочки такая вся водичка сюда вот это острова Джеймса Бонда где снимали да куда возят специально нужно брать лодку и ты думаешь сейчас я вот туда приеду и там я увижу настоящую райскую картину а там вместо этого вот это вот то есть это тоже нужно хорошо себе понимать что для того чтобы увидеть вот такой Таиланд который хочется обнять и никому не отдавать нужно знать как это делать то есть никогда там не брать эти лодки туристов в самое там пиковое время это нужно все делать отдельно тогда это возможно а так и да это Марина Бэй вот она превращается просто вот в это месиво по-другому это не назовешь а можно дополнить про Краби просто очень интересный момент до сих пор считается что Краби это как перевалочный пункт все туристы которые из Бангкока приезжают и едут на острова Пхипхи или Пхукет происходит это следующим образом приезжает автобус на Краби высаживаются туристы загружаются в лодки и уезжают и вы остаетесь один на этом пляже то есть мало кто рассматривает именно как место для отдыха да там есть замечательное место оно называется Рейли вот как раз на Рейли довольно сложно попасть с материковой части вы приезжаете в Краби там есть пляж Аунанг и вот с Аунанга туда ходят лодки там 15-20 минут плыть вот и вы попадаете на этой Рейли с двух сторон вот эти карстовые образования полупустынный пляж там к вечеру все тут вообще уезжают но там есть несколько гестов где вы можете жить вот там действительно будет очень круто и при этом как я сказал туда очень просто попасть нужно тратить много времени денег для того чтобы забраться на уединенный остров просто нужно знать как вот этим воспользоваться это все рядом и близко вот на Пхукете я не знаю почему я очень люблю споттинг и поэтому там есть аэропорт Пхукета он как раз находится практически вплотную к береговой линии и можно наблюдать оттуда очень много самолетов летает можно наблюдать вот просто посадки самолетов это прикольно ну и конечно же просто фотографии вот этих мест вот в районе Краби есть такое место как Кулипе Кулипе это маленький-маленький островок считается что там самый белый песок в Таиланде вот как на Мальдивах как все говорят вот белая мука вот за этим туда добраться туда уже значительно сложнее Кулипе находится практически на границе с Малайзией вот Ланкави это уже Малайзия значит собственно два пункта это Транк и Хат-Яй из Бангкока и туда и туда летают самолеты это уже значительно дороже чем в Краби плюс ко всему дальше нужно ехать до Пирса пересаживаться на паром и уже плыть на Липе вот логистика такая довольно замысловатая времени много денег тоже много поэтому ну ну и там тоже классно то есть пару дней провести на острове интересно а разве не Симиланские острова Симиланские острова там просто жить как бы нельзя это же заповедник там с палатками можно да да конечно ну на Липе можно еще попасть таким замысловатым путем с того же Краби да вот несколько в районе Пхакета 7 часов плыть на пароме до Липе и тоже это стоит там ну порядка 100 долларов то есть такие цены ощутимые для Таиланда но зато там вот красиво то есть там можно покупаться отдохнуть белый песочек вот такая вот красота вот есть еще Кукут да насчет паромного сообщения между большинством островов есть соответственно да да если мы говорим вот про эту часть в принципе между всеми островами есть паромы иногда они просто их протяженность маршрута разная есть паром из Кулипы до Пхукета и это будет один паром то есть он идет прям вот весь этот маршрут можно выходить и садиться в него по ходу движения а есть какие-нибудь короткие паромчики между близлежащими островами вы сейчас сказали что это довольно дорогой способ передвижения во всей остальной Азии паром это дешевейший способ передвижения ну вот из Пхукета до Липа стоит билет порядка 100 долларов в одну сторону даже если например с Пхукета до Пхипхи на пароме до Пхукета да это тоже да это тоже дорого потому что я вот плавала мы хотели с удалять на этом видео да это тоже дорого поэтому на Липа наиболее бюджетный способ попасть это лететь скорее всего до Хатьяя потому что до Транга дороже будет стоить билеты и с Хатьяя уже ехать полтора часа до переправы и еще два часа плыть потом на пароме тоже еще вопрос получается да а то есть мы говорим о том что это довольно-таки дорого да передвигаться между островами как там передвигаются местные жители для местных там другие совершенно условия да так же как у нас в музее то что иностранных граждан так это ну это во-первых а во-вторых между островами там с Кулипа до Пхукета местный не выплывет им просто это не нужно вот есть еще другая часть отдыха это вот между Таиландом и Камбоджей вот там где Сиануквиль здесь есть замечательный остров Кокут вот Кочанг более известный потому что он близко находится к материку туда просто попасть а Кокут он дальше туда дольше плыть но при этом остров ну на мой взгляд прям чудесный и тоже очень прекрасный красивый небольшой с очень красивыми пляжами и в отличие кстати от островов Сандаманов где не везде есть пальмы не на всех островах есть острова где только мангровые заросли а как бы это немножко с такой картинкой баунти белый песок и пальмы не сочетается вот на Кокузе и вот на Чанге на Маке они все в пальмах это и прикольно попасть сюда можно собственно разными путями наиболее быстро это долететь из Бангкока до Трата и далее уже трансфером на пирс и на паром но это самый дорогой способ потому что в Трат не летает бюджетная авиалиния туда летает только Бангкок Airways тоже порядка 100 долларов по одну сторону билет можно на автобусе это самый дешевый но самый соответственно долгий способ из Бангкока до переправы до парома где-то 5 часов автобус идет вы пересаживаете на паром а потом еще пару часов на пароме вот но зато там вот такая вот красота вот давайте сделаем 5 минут перерыва и поговорим уже о Лаосе и Камбодже давайте продолжим тогда значит про Таиланд в общем и целом мы с вами поговорили конечно же это лишь часть того что стоит о чем стоит проговорить вот но перейдем к другим странам более таким неизвестным наверное у нас потому что в Таиланд все-таки люди ездят конечно же это как я сказал это море пляжей вот другие более-таки скрытные мистические местами неизвестные страны это Лаос например Лаос значит какая особенность ключевая Лаоса во-первых это единственная страна как я сказал которая не имеет выхода к морю то есть это сразу вот прям бамсы обрубает огромное количество туристов которые сюда едут потому что здесь нет пляжей и это хорошо потому что во всех основных достопримечательностях городах их просто немного вы здесь можете почувствовать себя более уединенно без постоянного вот этого жужжания толпы вокруг во-вторых Лаос это страна которая как вы видите на карте горная то есть огромное количество территорий большее количество территорий занимает именно горы у них здесь есть ряд особенностей в Лаосе очень плохая логистика безусловно основные места представляющие наибольший интерес для путешественников связаны хорошо друг с другом но если вы захотите забраться куда-то подальше поглубже то здесь столкнетесь с проблемами потому что это будут только автобусы для локолов а это соответствующие условия время и так далее а так проехать страну в принципе со севера на юг вполне возможно вот как раз опять же потому что только несколько перевалов а все остальное это равнинная часть а вот это вот это расстояние оно преодолевается по Меконгу вот об этом я тоже еще расскажу то есть в Лаосе очень хорошо развито речное сообщение и не нужно трястись несколько часов убитых автобусов вот по сумасшедшим серпантинам достаточно просто сесть на лодку и проплыть откуда вам нужно до точки которую вы себе отметили в двух словах просто потому что Лаос такая страна не очень известная Лао примерно в 12 веке сюда спускаются племена Лао из Китая происходит образование независимого государства Лан Санг со своим королем Лан Санг в переводе означает королевство белого слона несколько внутренних междоусобиц постоянные войны с Сиамом соседним Сиам в то время это крупнейшее государство региона приводит к тому что Лан Санг распадается на три независимых королевства Лангпра Банг Вьентьян и Темпасак в принципе с севера на юг они так и идут столица сейчас Темпасака это Паксе то есть если откроете карту Лаоса то вот Лангпра Банг Вьентьян здесь он сейчас вот Вьентьян и вот здесь примерно находится Паксе происходит после этого центральным королевством становится Лангпра Банг который постепенно начинает подчинять себе вассальную зависимость Темпасак и Вьентьян продолжаются постоянные войны с Сиамом войны с Бирмой и в итоге все это приводит к тому что в 19 веке Лаос просто утрачивает свою самостоятельность сначала благодаря тому что его там интересная в общем история была в общем его захватывают сиамцы он полностью отходит к Сиаму и буквально через несколько десятков лет когда сюда приходят французы уже начинается франк сиамские войны и Сиам вынужден отдать эту территорию под французский Индокитай французский протекторат с конца 19 века когда эта часть становится под французами и как я говорил если Таиланд никогда не был ничьей колонии то сейчас Лаос представляет собой интерес в том числе и потому что это бывшая французская колония там очень интересно познакомиться с колониальным наследием после этого происходит опять же множество войн гражданская жуткая гражданская война после второй мировой войны и все это приводит к тому что в 75 году в Лаосе провозглашается Лаосская народно-демократическая республика то есть социалистический в тот момент коммунистический режим с лидером Кейсоном Фон Виханом бессменным лидером партии который начинает строить военный коммунизм ничего у него не получается экономика полностью разваливается и в итоге в 86 году Лаос приходит к новой экономической политике которая по факту идет и до сих пор то есть в двух словах единственной партией в Лаосе до сих пор ну кстати да единственной партией в Лаосе до сих пор является народная революционная партия и как только вы пересекаете границу такие до боли знакомые цвета и символика на каждом доме висит вот такой флаг это флаг народной революционной партии и флаг собственно непосредственно страны но при этом в Лаосе сосуществует в довольно таки уже сейчас либеральном режиме отношениях это буддистские монахи и монастыри которых огромное количество и казалось бы при коммунистическом режиме никакой религии быть не может в начале так и было но потом все-таки это очень сильно отношения эти либерализовались ну и собственно экономика в Лаосе есть тоже частная собственность в Лаосе есть возможность заниматься вести бизнес но политически это государство однопартийное с единственным лидером в стране вот это Лаосские деньги кипы до сих пор фотография Кейсона Фомвихана находится на на каждой купюре то есть сразу понятно в какое государство мы приехали герб страны тоже очень напоминает гербы всех социалистических наших республик то есть такая внешняя атрибутика вот это интересно такая внешняя атрибутика она очень социалистической местами довольно знакомая но при этом культурные традиции страны религия она абсолютно вот даже здесь видите на купюре как бы лидер партии такой очень социалистический герб и монастырь буддийский то есть все это очень сильно перемешано монастырям в итоге было возвращено их имущество их территория монахи сейчас совершенно спокойно могут жить и продолжать свою деятельность в Лаосе вот что же чем же нам интересен Лаос что он нам какие возможности может нам подарить для того чтобы несколько дней там пробыть на самом деле одно из таких вообще самых ярких впечатлений в Азии в принципе это возможность уйти в джунгли то есть прям вот в настоящий дождевой лес где организована система зиплайнов и можно пожить в домике на дереве есть несколько таких домиков они соединены между собой стальными веконатами и прокинут маршрут в принципе по всему национальному парку собственно для того чтобы попасть сюда вы должны пройти пешком порядка там трех часов до первой станции зиплайна и уже дальше перемещаться только на зипах это очень очень прикольно они очень разные в принципе одни из самых длинных и высоких в мире вот самый длинный зип здесь достигает 800 метров вы летите а высота 60-80 то есть это прям я сейчас видео покажу это прям прикольно очень организованно есть много разных возможностей много разных маршрутов в принципе там надневные двухдневные трехдневные вот но самое интересное как бы на день зайти переночевать покататься на самых ключевых зипах и вернуться обратно на мой взгляд этого достаточно но опыт незабываемый потому что вы приезжаете в домик уже под вечер такой красивый закат джунгли птицы обезьянки там гиббоны лазают вот это такое единение с природой интересно то что мы обязательно сюда каждый раз с группы ходим каждый раз разная погода вот буквально начиная там от солнца когда ты в шортах в майке классно ты летишь у тебя отличное настроение супер фотки классное видео и вот в прошлом году это вот я не знаю каким почему чем мы заслужили такую небесную кару ну вот за день до того как мы приехали светило солнце было жарко в день когда мы оттуда уехали вышло солнце было жарко а два дня вот просто стеной лил дождь просто стеной вот я такого дождя вообще никогда не видел и вот а скорости вы развиваете на зипе вот на самом длинном порядка 70 километров 70-80 километров в час вот и можно представить себе когда вот это вот тебя просто хлещет вот этот дождь это конечно абсолютно незабываемое у меня два человека в группе сказали что мы никуда не пойдем все остальные бойцы пошли мы только из машины вышли все через две минуты ты мокрый насквозь уже можно вообще не беспокоиться о том что тебе некомфортно тебе будет ближайшие несколько часов в принципе некомфортно но такое приключение получилось очень и очень мощное вот вот как раз здесь виден трос который подходит к домику то есть на домик можно попасть только на зипах в этом тоже такой интерес вот да можно гибончика встретить и редко но можно они в принципе людей конечно боятся но иногда подходит поближе и вот можно пофотографировать вот а здесь небольшое видео сейчас я отдельно его запущу просто маленький ролик как раз вот самый длинный зип один из разов когда я там летал то есть вот здесь вот где-то на середине скорость там достигает 70-80 километров и вот ну сейчас облачность но все равно виды потрясающие то есть облака прям висят над джунглями интересно то что если вы не долетаете а такое возможно то есть вы там ну тормозите просто здесь еще очень классная система как все организовано если вы не долетаете то дальше просто приходится разворачиваться спиной как обезьянка держаться за этот трос и вот так вот ползти до финальной точки ну а если перелетаете то там мапы а? сейчас расскажу да сейчас видео выключи расскажу так тормозить собственно значит как это сделано вообще на самом деле система очень безопасная ее строили французы этот парк поэтому там был один единственный несчастный случай в самом начале когда этот парк был построен но это не по вине организаторов по вине просто человека вообще к сожалению люди в основном гибнуты за свои собственные глупости есть ограничения по весу этой системы она достигает 150 кг сейчас уже тогда просто человек пошел очень тучный очень-очень-очень тучный на ней кататься и причем так получилось что не то что трос не выдержал а под его весом там два троса они сходились как бы вот на расстоянии и он когда на верхний трос сел трос начал тереться об этот трос и пока он ехал просто трос перетер другой вот он погиб но это было вот первый год когда эта система была вообще построена после этого никаких несчастных случаев не было и они там просто исключены сейчас это все доведено до вот идеального состояния но при этом сама система очень прикольно работает значит вам дают полностью страховку тройная страховка там идет верхняя и нижняя и на каждый верхний и нижний не страхуется еще между собой не страхуется к тросу то есть опять же безопасность ролик который вы кладете на трос и дальше на этот ролик надет кусок покрышки велосипедной или мото и тормозите вы просто так что у вас перчатки и вы эту покрышку прижимаете к тросу такой ручной тормоз нет она я говорю там в принципе вы можете даже не тормозить то есть там рассчитано все так что вы это вот ну до десятых сантиметров то есть там невозможно ничего с вами ничего не произойдет даже если вы не будете тормозить вот но просто все от страха сразу тормозят и поэтому я говорю что в основном вот первые зипы это люди потом и пополз вот то есть такая развлекуха очень-очень прикольная и вот после целого дня вот такого катания за два дня по джунглям вы проезжаете порядка 12-15 тросов разной длины разной скорости ночевка в этом домике то есть это такая очень интересная штука привет пожалуйста вот по поводу джунглей такой вопрос а длинные трекинги там есть по джунглям да есть в частности в бакео тоже есть то есть можно вот когда однодневный маршрут вот мы берем всегда ну потому что это такой наиболее насыщенный яркий можно и трехдневный можно уйти далеко-далеко в джунгли но там не совсем джунгли то есть там именно дождевой лес внизу это можно сказать там банановые всякие пальмы растут какие-то лианы но вот высокие деревья это все это дождевый лес это просто лиственницы но очень-очень-очень большие там находится самое большое дерево в Азии кстати говоря в Букео это вообще особо охраняемая зона и считается это вот эта часть национальный парк примерно вот примерно вот такого размера то есть это большая часть страны и это прям легкие вот этого региона то есть недельные трейдинги с локалом там можно 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 да и не только там комарами и малярии малярии нигде нету вообще из-за этих стран она не требуется никаких ни прививок ничего для этого это абсолютно безопасно комаров в это время года нет то есть ночевки организованные на всякий случай с сетками естественно у всех есть репелленты но комаров нет конкретно там на самом деле нет никого потому что как я сказал влажность там меньше а температура ниже поэтому всякой дряни там нет дрянь она вот здесь она очень любит тепло вот значит что еще мы можем сделать в Лаосе в Лаосе можем прокатиться по самой длинной реке Индокитая это река Меконг это вот как раз то о чем я говорил для того чтобы избежать длинных переездов на автобусе по серпантинам можно сесть на лодку и прокатиться по реке длина Меконга почти 5000 там 4,5 с небольшим она берет начало в Тибете и впадает в Южно-Китайское море в районе Сайгона то есть ну огромная совершенно река это водная артерия всего региона вот вы садитесь на такую вот лодочку эта лодка она полутуристическая полу для локолов и в районе вот как раз Бакео можно на ней спуститься до Луанг-Пробанга до столицы до бывшей столицы Лаоса такое после такого насыщенного приключения в принципе очень интересная медитативная отдыхабельная возможность очень красивые пейзажи верховья Меконга они все очень гористые извилистые и интересно за этим понаблюдать вы проплываете мимо небольших деревушек куда вообще никакие белые никогда в жизни не приезжают единственная связь с миром это вот через водную эту артерию через Меконг прибегают всякие детишки вот у меня всякие фенечки вот они там их продают сами вяжут вот это очень все прикольно одна из Лаоса вот есть способ для экстремалов воспользоваться не слоубоут а спидбоут то есть сесть вот на такую лодку она рассчитана на шестерых человек вам выдают каски что уже соответствует и можно догадаться что вас ждет впереди ставят мотор и на скорости 70-90 вы просто за 4 часа долетаете до лонг про банга двойное отношение у меня к этому потому что с одной стороны да это быстро и если вам нужно быстро добраться можно этим воспользоваться это плюс минусов на мой взгляд ощутимо больше первое это то что вы всегда едете вот так 4 часа то есть вы ничего не увидите вообще невозможно вас просто сносит ветром и вот для безопасности вы делаете так он не делает остановок никаких то есть он просто сел и поехал и в третьих это не очень безопасно потому что русло меконга изменчиво довольно много водоворотов и довольно много меняющихся мелей и капитаны этих лодок не всегда понимают и знают это то есть может все измениться довольно быстро поэтому эти лодки периодически терпят крушение в общем экстремально экстремально можно реально я бы не советовал вот ну а это просто фотографии с лодки вот мне кажется там сесть на лодочку и проплыть 5 часов она идет 5 часов один день останавливается в богом забытой Лаосской деревушке тоже очень само по себе интересное зрелище там вся такая туристическая жизнь сосредоточена около пирса но если вы пройдете за 20 метров вот вы попадете в настоящий реальный Лаос где они в собственных домах жгут костры вот эти вот крысок едят значит вот это вот прям трешничок такой то какой Лаос и есть на самом деле это интересно только ради этого тоже стоит воспользоваться вот таким вот видом транспорта и на это посмотреть и на следующий день тоже рано утром садитесь еще 5 часов и вы в Луангпробанге в принципе 5 часов на лодке в таком медитативном режиме проходит довольно быстро она плывет не качаясь то есть это интересно и необычно вот это все виды лодки с Меконга которые можно посмотреть разные достопримечательности проплывает это уже недалеко от Луангпробанга пещера тысячи бут она называется сюда лучше съездить потом отдельно ну собственно да вот про это в принципе я уже в двух словах рассказал что в Лаосе действительно особенно в Луангпробанге бывшей столицы протектората и бывшей столицы королевства можно позавтракать хорошим качественным французским круассаном выпить потрясающий кофе вообще в Лаосе кстати говоря очень хороший кофе оно растет не здесь центр лаосского кофе это вот здесь плато Булавен называется об этом месте чуть дальше вот но сейчас поговорим про Луангпробанг и это конечно же в первую очередь колониальная архитектура очень и очень красивые колониальные дома которые сейчас превращены практически все в хорошие гостиницы там очень высокий уровень сервиса потому что туда приезжают в основном французы посмотреть на то какая же у них была прекрасная большая Франция и поностальгировать о былом могуществе везде можно выпить хорошего бордо то есть официанты в ливреях это все это все про Луангпробанг но опять же чуть в сторону отойдете и все там уже там уже красота там уже можно в лаосскую баньку сходить лаосская банька это такая банька по черному интересный очень опыт небольшое помещение отдельно стоит котел сверху на него надевают крышку и пар пускает под пол там где вы сидите а в котле варят огромное количество лаосских трав 32 различных травы и вы сидите в этой баньке с вас градом течет потому что это как очень влажная получается баня и при этом дышите вот этим отваром трав я всегда стараюсь в лаосе в такой такой истории сходить и попробовать вот вот типичная улица Луангпробанга все в таком уже в патине времени в грибке но при этом все это бывшие колониальные дома и вот на них на всех выгравирован год постройки в котором это происходило так что они все в конца 19-го самого начала 20-го века ну вот да багет багет круассан кофе то есть все это все это пробано нет они закупают виноматериалы как и в Мьянме но лаосского вина вообще как такового нет то есть в Мьянме есть вино а бордо я имел ввиду французское приводит экспортирует то есть вы можете там просто хорошего французского вина причем выпить значительно дешевле чем в той же Франции нет конечно нет здесь очень много европейских ресторанов но конечно же в стране это лаос в основном лаос не тайская и не тайская у них своя кухня об этом тоже я скажу еще несколько слов вот при этом в Луан-Карабанге огромное количество монастырей сосредоточения в центре города буквально там пять зданий вы проходите и монастырь 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 поэтому здесь проходит все это фотографии прославовских монастырей здесь проходит церемония которая называется пиндопата здесь есть возможность покормить монахов она так и называется церемония кормления монахов заключается она в том что буддийские монахи они в принципе по своим канонам они не могут брать деньги в руки ни один монах купюру в руку взять не может соответственно он не может купить себе еды поэтому каждый день в принципе во всех городах и лаоса и Таиланда монахи до рассвета монахи в районе 5-6 утра выходит на процедуру кормления местные жители выходят на улицы и совершает подаяние это еда кто-то там непросвещенные купюры им туда кладут то есть есть специальные чаши чаши для подаяния есть специальные кварталы и районы где их делают и вот туда сваливается все подряд то есть вот сидят люди которые желают монахам это подать собственно делается это для того чтобы во-первых карму почистить во-вторых для того чтобы считается что монах таким образом передаст это предкам умерших соответственно все это набирается ну и монахи потом приходят в монастырь между братьями все это делят и на целый день им хватает пищи до следующего дня в Луангфарбанге сейчас просто из-за того что очень много монастырей там поэтому и процессы очень большие там порядка пяти тысяч монахов каждое утро выходит бесконечная вереница это очень интересно на это все дело посмотреть и в принципе и поучаствовать тоже то есть любой желающий может взять себе какие-нибудь там подаяния риса купить печенье купить и монаху таким образом передать ну вот так они не носят обувь да я кстати недавно видел в районе Арбата ну собственно вот все это происходит вот как на фотографиях сам процесс довольно такой интересный это очень необычная необычная и древняя традиция вот опять же есть возможность в ней принять участие и в принципе Луангфарбанг это такой город в котором есть такой микс очень традиционной лаосской жизни и буддистской культуры и вот французского наследия само по себе ощущение в нем очень необычное вот про Лаос еще последнее впечатление о котором бы мне хотелось сказать это действительно попасть в доисторическую эпоху и выпить лучший кофе плато Булавен это место на юге страны в регионе Тимпасак город Паксе вот оттуда можно организовать путешествие лучше всего конечно же делать это самостоятельно если вы умеете водить байк если нет то можно присоединиться к какой-то группе на автомобиле но как бы вы не сможете вот такой как бы свободы конечно же ощутить и почувствовать но это действительно место которое поражает вообще действительно поражает все эти дома деревни они вот выглядят как на фотографиях то есть это просто из бамбуковых пальмовых листьев покрыто каким-то ржавым шифером дома они называются лонгхаузы потому что вот в одном таком доме может жить там до 10-15 семей соответственно где-то 40 человек все они спят на полу нету никаких матрасов каких-то разделений на кухню на жилое помещение здесь же они готовят здесь же прям вот посреди можно сказать комнаты у них ставится очаг такой есть такой специальный лаоский самовар в котором они готовят здесь же скотина вся собаки свиньи кошки то есть все это здесь и вот так люди как бы там живут поголовно все курят начиная с пятилетнего возраста вот такие специальные трубки используют оно это не совсем трава как бы это не совсем марихуана они смешивают ее с чем-то типа бетеля и поэтому у всех ярко-ярко-красные губы вот когда вы видите молодого парня 7-10 лет и он как будто с накрашенными губами ходит вот это просто потому что он курит вот эту вот смесь и она окрашивает и зубы и рот и соответственно такое впечатление производится что он красит губы но при этом это место где ну вот да видите дети совсем все они уже с трубками ну да можно сказать и так вот вот то есть это не приукрашенные какие-то это это действительно настоящая эта деревня в отличие от каких-нибудь деревни Каренов на севере Таиланда где все это вот как я рассказывал выглядит очень такое туристически вот здесь это вот реальная настоящая лаосская жизнь но при этом как бы жители на самом деле очень-очень добродушные очень такие открытые совершенно не страшные и вот возвращаясь к моему первоначальному пассажу такому философскому перед началом лекции это вот как раз место где ну вот действительно можно понять что блин люди-то в общем и целом везде хотят и желают одного и того же просто у всех разной культуры и традиции потому что здесь вот эта девушка например перед тем как покурить она взяла зеркальце и сделала себе очень красивый по ее мнению макияж другая молодая девочка позвонила по скайпу своему какому-то парню они общались друг с другом вот то есть ничего человеческое им тоже не чуждо да и собственно про кофе вот здесь как раз на плато Балавен растет потрясающий лаоский кофе если выдастся возможность там когда-нибудь побывать то обязательно попробуйте лаоский кофе очень-очень вкусный у него особая микрозона поэтому очень получается насыщенный сочный аромат да с точки зрения самостоятельных путешествий вы упомянули что там плохая логистика если на мотоцикле ездить как оно там вы приезжаете в Паксе в Паксе арендуете байк в целом Лаос не только южный регион в целом по лаосу на мотоцикле ну можно ездить да вполне допускается я слышал что там очень высокая заминированность по-прежнему после граждан да есть такое и не нужно отъезжать от таких дорог куда-то совсем в дебри забираться не нужно по дорогам ездить по основным дорогам можно выходить по нужде за 30 метров где там знаки стоят осторожные мины не надо с точки зрения сезона дождей горные серпантины дождики как там если зима это хорошее время там нет в это время дождей но иногда дожди идут и если они идут дороги все грунтовые и глиняные их может сильно размыть вы никуда не проедете даже на зиле то есть там вот сообщение между деревнями осуществляется осуществляется еще советскими зилками которые перевозят между собой продукты и они вот иногда несколько дней ждут пока высохнут дороги ну я бы не сказал что в легкую это скорее должно повезти но возможность такая есть расскажу расскажу там да отдельно отдельно поэтому проговорю вот давайте в двух словах поговорим про камбоджу потому что в принципе в таком режиме изучение этого региона одной поездкой в камбодже интереснее всего посмотреть конечно же анкор про анкор сейчас поговорим в общем и целом вот сейчас что как бы ту камбоджа которую мы видим сейчас когда-то камбоджа была самой процветающей империей этого региона империя кхмеров они были очень процветающей цивилизацией у них действительно как бы даже они боролись за гегемонию с сиамом периодически завоевывая друг друга и так продолжалось в принципе в общем и целом там понятно французские протекторат тоже они были под францией после второй мировой войны произошла несколько череда переворотов пришли к власти коммунисты точно так же как в соседнем лаосе там еще очень вообще такая геополитика региона очень сложная потому что там есть две центральных два центральных государства которые пытаются контролировать всех и вся это Таиланд и Вьетнам Таиланд всегда был прозападный Вьетнам всегда был социалистический вот они пытаются друг с другом делить соседние страны которые меньше вот в частности Камбоджа тоже досталось туда пришли к власти коммунисты в главе с Полпотом Салот Сар его правильно зовут Полпот это уже его партийная кличка в общем и целом он провозгласил в конце 70-х годов идеологию аграрного социализма то есть что это значило для обычных людей то что стране не нужны интеллигенты стране не нужно 4 миллиона человек в тот момент жило в стране им достаточно 2 миллионов крестьян которые будут обрабатывать землю и больше ничего поэтому с 75-го по 79-й год в Камбодже произошел один из самых массовых геноцидов своего собственного народа была создана машина смерти лагеря смерти и за почти 4 года было уничтожено больше половины населения страны вся интеллигенция просто исчезла доктора наук ученые писатели и так далее то есть не осталось никого все были уничтожены верхушкой коммунистической партии потом вьетнамцы их захватили коммунистов свергли вернулся королевский режим но то что мы имеем сегодня это наследие полпота к сожалению Камбоджа сейчас это самая отсталая страна этого региона просто потому что там нету людей там нету кадров в нашем понимании кто бы мог эту страну поднимать она полностью они были полностью все уничтожены страна полностью крестьянская и когда ты смотришь на этих людей ты понимаешь что атомную бомбу они не изобретут и расщепление атома не придумают вот поэтому к сожалению это так но наследие той Кмерцкой империи вот это интересно это то с чем стоит конечно же познакомиться поэтому я сказал про Анкор и первое да это тайны древней цивилизации это Анкор с крупнейшим храмом Анкор в ад история абсолютно отдельная я наверное здесь просто расскажу про некие организационные особенности посещения Анкора во-первых в Анкоре есть несколько вариантов покупки билетов и времени который вы можете провести в этом храмовом комплексе один день три дня или семь дней если вы большой фанат кхмерской архитектуры кхмерской истории и религии а эти все храмы они индуистские то можете брать три дня успеете посмотреть практически все кроме самых дальних храмов если нет и интересно познакомиться просто с тем как это выглядит посмотреть на самые значимые и интересные храмовые комплексы то одного дня за глаза хватит потому что в какой-то момент после третьего храма они все начинают уже быть на одно лицо если вы не специалист просто в этом если вы в этом не хотите досконально разобраться это храм это комплекс анкор он находится рядом с городом Сиэмриб Сиэмриб является базой для того чтобы изучать анкор расстояние до въезда в анкор где-то 6 километров и дальше все дальше все вот это все это храм различные различные храмовые комплексы масштабов значения различным богам они были посвящены я выделил специально на мой взгляд три самых главных и важных храмовых комплекс анкора которые обязательно нужно посмотреть даже если вы одним днем проездом постарайтесь увидеть все три конечно же это анкор ват это центральный храмовый комплекс всего города это храм байон в городе анкор том вот это все город анкор том есть один храм байон его тоже нужно посмотреть и храм топром вот собственно храм топром это тот самый храм который из Лары Крофт где вот деревья все это поросло в основных других храмах эти деревья повырезали спилили потому что это очень сильно разрушает храм и деревья растут корни разрастаются и они сжимают стены они рушатся но вот специально для приезжих для туристов вот в топроме еще в одном храме они эти деревья оставили все остальные храмы расчистили Как я сказал, это Сиемрип, откуда стоит изучать, куда нужно приезжать для того, чтобы посмотреть на Анкор. Сиемрип, по факту, это ничего интересного сам по себе он не представляет. Это просто базовый город для изучения Анкора. Там есть такие остатки еще колониальной архитектуры, но это прям нужно даже постараться, чтобы разглядеть ее за проводами, за всяческими вывесками, ресторанами. По факту, этот город отдан на откуп туристам, которые приезжают смотреть Анкор. А Анкор приезжает смотреть огромное количество людей. Это самый посещаемый храмовый комплекс в мире. И, в принципе, самый большой храмовый комплекс в мире. Поэтому можете представить, какое количество туда приезжает. Есть знаменитая Пап-стрит, где хорошо тусоваться вечером после того, как на жаре немножко перегрелись. И, собственно, дальше как? Как можно изучать и смотреть Анкор? Здесь, на самом деле, несколько вариантов есть. И у каждого из них есть как свои плюсы, так и минусы. Тук-тук. Тук-туки, они отличаются. В Камбодже тук-тукеры, они вот такие. Это мотик, которому приделана отдельная коляска. То есть это не как в Таиланде, единая конструкция. В принципе, вот с тук-тукером договориться о том, чтобы он вас просто повозил. Он, конечно, будет говорить, что он супергид. Но можете представить, какой гид из тук-тукера. И количество тук-тукеров равно количеству жителей. В общем и целом, по малому кругу в Анкоре есть два варианта таких классических смотреть храмы. Это малый круг, который я вам сказал, вот эти три храма. И большой круг. Он охватывает храмы, которые находятся чуть дальше. Вот малый круг — это в среднем 20 долларов где-то будет стоить за человек. Есть вариант взять в аренду велик и покататься на велосипеде. Расстояние довольно приличное. Жара адская, поэтому здесь просто нужно рассчитывать свои силы, сможете вы это сделать или нет. От Сиемрипа до въезда в Анкор где-то 6-8 километров. И дальше еще между каждым храмом еще 5, там 3, 5, 7 километров. То есть за день намотать довольно прилично придется. По такой температуре это просто очень тяжело. Но для любителей тоже возможно. Ну и пешком. Можно походить пешком, просто мало успеете, но этот вариант тоже возможен. Сейчас вот продают такие билеты, обязательно вам сделают фотографию, напечатают ее на пассе. И вот вы выбираете вариант, который вам больше подходит. Три года, по-моему, или два, или три года назад подняли почти вдвое цену на посещение Анкора. Они поняли, что… Я сейчас точное количество не помню, но миллионами человек измеряется количество туристов. Поэтому плата там лишние 10 долларов приносит огромный, совершенно колоссальный бюджет в стране. Поэтому да, все равно все платят, все равно все едут. Поэтому сейчас это удовольствие стоит вот таких довольно больших денег за входной билет. Проверяют билеты всегда. Избежать этого невозможно. Везде стоят контролеры. При подходе к любому храму вы обязаны показать билет. Так. А, это и просто сейчас фотографии этих храмов, о которых я рассказал. Вот как раз Анкор Ват. Тоже вот это, знаете, как с Таиландом, который я вам показывал, где кажется, что вот она идиллия, вот эти фотокарточки. Я сейчас приеду туда и сделаю божественный рассвет над Анкором. Доброе утро. Вот. Все так тоже думают. Все тоже очень хотят сделать такие фотографии. Поэтому вот так это выглядит. Это рассвет, это закат. Вот. Поэтому есть специальные другие места. Их нужно знать, как и где посмотреть правильно и встретить рассвет и закат. Вот. Ну и в принципе, конечно же, нужно быть готовым к тому, что как бы вы ни строили, как бы вы ни пытались избежать толпы от толпа, все равно будет. Есть определенный ряд лайфхаков, как максимально избежать этой толпы. Но все равно она будет. То есть там людей в Анкоре, конечно же, очень много. Но даже несмотря на это количество людей, это место стоит того, чтобы там побывать обязательно. Ну, просто фотографии Анкор Вата. Байона. Байон – это вот тот самый храм с лицами, тоже очень известный. И Топром. Вот этот храм с деревьями. А там какие-то храмы, они функционируют как храмы или чистые памятники? Практически все сейчас остались как памятники. То есть нет, как храмы там… Туда монахи приходят, но никаких служб там нету. Но есть храмы, где есть и святилища. Буддисты, да? Индуисты. Индуисты. А… Вот, про кухню мы добрались. Финальное, которое объединяет все страны, несколько слов про тайскую, лаосскую и камбоджийскую кухню. Конечно же, есть определенные блюда, которые так или иначе подчеркивают особенности этой страны. И я выбрал мне буквально по два блюда каждой кухни, просто чтобы вы посмотрели и рассказать вам о том, что это такое. Вот первое классическое тайское блюдо – это лапша под тай. Вот это выглядит примерно так. Это различные виды лапши, вы выбираете какие-то себе начинки. Классический вариант, когда туда еще раз кисой добавляют, арахис. В общем, это на самом деле безумно вкусная штука и очень неострая. То есть это если вот с острым сложностями, то берите под тай и всегда знайте, что это то, что вы сможете покушать. Лучший под тай в Бангкоке продается вот в этом ресторане. Кто когда-нибудь будет в Бангкоке, обязательно запишите, сходите, поешьте. Это вот выглядит так, они готовят это все, там миллион человек, это похоже на конвейер, но лучшего под тай, чем в этом ресторане, поесть невозможно. Находится, вот я специально показал, находится вот здесь. Как ориентир, это вот храм Ватсакет, качели и железный храм Лоха Прасад. То есть по этой карте очень легко найти, где это находится. Конечно же суп том ям. Тайский суп том ям – это тоже один из толпов тайской кухни. Остренький, с креветкой. Вот это как раз для любителей острова. Вообще, если… Ну, азиатская острота, она сильно отличается от остроты, скажем, кавказской, потому что здесь блюдо, если оно острое, то оно острое так, что вот аж обжигает, но моментально проходит. То есть вас это не держит, как если там какой-нибудь аджики поесть, вот аджика там, она грузинская, будет сжечь очень долго. Здесь такого нет, оно прям сразу ух и ушло. Понятно, что фрукты тай – это рай, и для тех, кто любит фрукты, очень-очень много разных вкусных, свежих. Все это по сезону тоже разные бывают сезоны. Но в общем и целом попробовать все это можно в любое время. А есть какой-нибудь фрукт в Камбодже, который только там растет? Ну, есть вот дуриан, но он не в Камбодже. Он в общем и целом по стране, по региону растет. Просто он не растет в то же время где-нибудь в Латинской Америке. То есть это такой эндемик для этого региона. Вот лаоская еда. Основа лаоской еды – это стики райс. Это вот так и выглядит. Это клейкий рис. Подают его всегда в таких бамбуковых коробочках. И это действительно, если его вытащить из коробки, то это просто кусок, вот такой комок, один комочек риса. И дальше лаосцы и туристы, они либо пытаются отломать его палочками, что практически невозможно, либо просто едят руками. Мое любимое лаоское блюдо называется лаап. Это мелко рубленная или говядина, или курица, или свинина с специальной травкой и лучком. В общем, очень-очень вкусно. Такое очень пряное, местами острое, если попросить. Но очень интересное блюдо. Очень много спринг-роллов везде в Азии. Камбоджа. В кухне Камбоджи, в принципе, отличается тем, что она скорее не острая, а пряная. Там очень много кари. Вообще, само слово кари означает смесь специй. Это не какое-то конкретное блюдо. Поэтому в Камбодже очень много используют кари, как, кстати, и в южно-тайской кухне. Поэтому здесь, например, амок — это курица в кари. Это просто очень много разных видов специй. Ну и мой самый вообще фаворит из всей азиатской кухни — это лок-лак. Это мелко рубленая говядина с этим соусом. Соус сделан на основе компотского перца. В Камбодже есть город Кампот, и там произрастает самый ароматный в мире черный перец. Вот я первый раз, когда побывал в Камбодже, я думал, что я знаю, что такое черный перец. Вот я не знал этого. Оказывается, он пахнет. А здесь вот все, что у нас продается, — это труха, а не перец. А черный перец по-настоящему — это очень и очень вкусно. Вот в Камбодже есть возможность его попробовать в виде этого блюда. Вот. Резюме. То есть что мы имеем на финише? На финише мы имеем возможность познакомиться с этими потрясающими тремя странами и организовать себе отдых как с точки зрения погружения в культуру, религию, познакомиться с традициями, погулять по природе и отдохнуть на море. И все это можно сделать в рамках поездки в этот регион и, в принципе, в рамках одного путешествия. Давайте тогда сейчас мы поступим каким образом? Я расскажу про нашу поездку, и потом, когда у вас будут вопросы, мы просто уже выйдем за территорию, и я вам с удовольствием на все отвечу, потому что сейчас уже 10 часов вечера. Ежегодно мы проводим путешествия в эти три страны — Таиланд, Лаос, Камбоджа. В этом году это будет 29 декабря, 13 января. То есть Новый год непосредственно мы будем встречать в Чингмае, в Таиланде. Это само по себе зрелище такое очень необычное и интересное. Вкратце, на самом деле, по маршруту. Вот не зря я сказал вам, что вот эта карта впечатления — это выжимка лучшего. Ну, вряд ли я в маршруту буду включать не лучшее. То есть по факту он повторяет то, о чем мы сегодня с вами поговорили. Я не знаю, может быть, можно и по-другому как-то построить маршрут, но мне кажется, что вот это путешествие, оно в себе сочетает просто вот все, что можно. Это возможность увидеть все аспекты этих стран в одной поездке, которая умещается в новогодние праздники плюс несколько дней отпуска. Это и Бангкок, и парадный, и вот такой реальный Бангкок. То есть это возможность пройтись по вот этим квартальчикам, по китайскому, индийскому, посмотреть на остатки европейского величия, которые там было, посмотреть на новый город, на даунтаун. Это Чингмай, безусловно, с его храмовой архитектурой, природой. Тот самый белый храм, переезд в Лаос и возможность полетать в джунглях. Пару дней отдыха и сплава по Меконгу. Тоже об этом во всем поговорили. Вот это место, оно называется Пещера Тысячи Будд. Тоже интересное такое само по себе место. Туда со всей страны свезли Будд. Но так как в культуре буддизма нельзя выбрасывать статуи Будды, а если она у тебя упала, там сломалась, то ты просто не можешь ее выбросить. Поэтому вот это такой большой могильник для Будд. Но всем туристам рассказывают, что это пять тысяч лет назад первые буддистские монахи пришли сюда. И вот этим всем статуям Будд тоже очень много времени, поэтому они все в пыли. На самом деле нет. Просто прикольно посмотреть на то, как вокруг тебя огромное-огромное количество статуй этих Будд. Но они все новые. Никакой исторической ценности они не представляют. Вот. Поэтому продолжаем сплавляться по Меконгу, приплываем в Лангпра-Банг. И возможность, как я уже говорил, это и с европейской стороны. Сторону этого города и страны познакомиться и с традиционным Лаосом. Есть там такое небольшое местечко, называется деревня самогонщиков. Вот это все самогон. Лаос верит, что если вы пьете крепкую настойку, которая настойна на разных видах какой-то живности, то это соответствующим образом придает вам какое-то определенное качество. Поэтому здесь можно попробовать и на кобре, и на медвежьих лапах, и на скалопендрах, и на всем, чем угодно. Все, что лазит, ползет, живет в стране. Так что даже если не пробовать, просто на это посмотреть само по себе довольно интересное зрелище. Ну и, конечно же, уже Анкорват. После всего, после такого единения с аутентичным Лаосом завершается путешествие в Анкоре. Это сам Сиемрип, храм Анкора и плавучие деревни на озере Тон-Лесап. Вот самое начало, то, что я вам показывал, из Сиемрипа тоже можно съездить. Там есть несколько видов деревень, ближайшие очень туристические, но есть те, куда туризм еще не добрался, где музду за вход не берут. И можно посмотреть на то, как по-настоящему люди живут на воде. То есть это все возможно сделать именно там. Логистика между всеми городами осуществляется по-разному. Где-то это автобусы, где-то это собственный транспорт, где-то это самолеты. В принципе, вам об этом думать не нужно. Это все уже как бы all-inclusive. То есть просто группой мы едем. Значит, сейчас у нас уже набрано минимальное количество группы. То есть путешествия уже все есть, будет обязательно. Так что еще пока есть возможность к нему присоединиться, несколько мест у нас еще есть. Сейчас, да, я сейчас расскажу обязательно. И в последний день мы с Сиемрипа возвращаемся уже в Бангкок. Собственно, это последний день можно улетать. Стоит все это удовольствие 2100 долларов. В эту стоимость включено проживание. В эту стоимость включены все развлекушки. В эту стоимость включена вся логистика, кроме билетов туда. То есть по факту все, что нужно, сюда включено. Полностью программу вы можете посмотреть либо на сайте, либо написать мне мои контакты на экране. Я пришлю вам программу, я пришлю вам подробности. Любые вопросы не только по Индокитаю. Я делаю, в принципе, очень много, путешествую. И хорошо знаю разные регионы. Ближний Восток, Марокк, Среднюю Азию. Поэтому если есть какие-то вопросы, пишите, обращайтесь. Буду рад обо всем вам рассказать, что знаю. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Симп Mitglيم Субтитры создавал DimaTorzok